Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 А зачем? Агааааа Очень интересно Серьезно, наверх мы будем медленно подниматься Так, а если еще раз плеск жизни сделал японский городовой а мне куда надо ты но я же не понимаю куда мне а вон в ту дырку видите вон вон в ту дырень а что если я просто вот так сделаю а потом вот так уже говно какой-то получился не очень-то понятно совершенно непонятно даже я бы сказала мне надо добраться что ли может быть до вот это вот может быть мне вот сюда и тут я прям как по лесенке уже да нет другое вот вот сюда а ну давай поднимайся поднимайся давай давай так ну вот и эти теперь все по очереди будут опускаться а я буду подниматься ну потом вместе не а что это вообще такое она символизирует как бы что блин честно говоря все еще не очень понятно еще и мерзко тихо тихо спокойно почему это мы не можем идти можем мы все можем может быть мне вот так может быть а может и не быть вот допустим допустим его на эту надо перепрыгнуть нет наверно надо было перепрыгивать когда мы вместе тут стояли внизу типа то на которой ты стоишь она не опускается когда всплеск жизни запускаешь так как я наверх то заберусь а вы не понимаете люди вы их сделали они они опускаются понимаете что вы делаете будь здорова они опускаются поймите а мне надо наверх я же пришла вот от откуда я пришла а да вон вон оттуда во ну мне же явно вот сюда в эту дырку еще а как мне наверх то господи ну какой же тупизм ну ну естественно естественно зачем где-то посередине сохранять нет походу эта серия тоже не последняя я не почепла как отделаться от нее я не понимаю что мне нужно сделать фу это еще и мерзко вот эти вот самое обидное что это еще и перестала быть красивым она еще хотя бы в начале была красивой игра что там типа всякие какие-то животные но я еще конечно перестала этих духов собрать да потому что в этом нет никакого понта это перестало быть интересным причем достаточно быстро поэтому как бы не знаю не знаю можно ли меня осуждать за вот это вот все можно кого угодно можно осуждать за что угодно но блин не знаю не понимаю реально не понимаю девушка я просто вот ну без понятия они все выглядят как вот эти штучки которые ведут как бы ну вниз хотя в целом я вот с тех пор как сюда зашла я вроде как сейчас выше нахожусь да потому что вон где мы заходили то есть этой как бы ниже уровнем ну я не знаю я сейчас вот дойду опять до того же самого места и я там не представляю что надо сделать то ой 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 да блин так интересно так увлекательно мне так нравится в играх делать одно и то же это так круто да где это говно теперь запустить зарядить ну зарядить уже хочу нибудь блин мне блин ну капец не ну пожалуйста давайте это была последняя серия уже больше не могу это терпеть говно будь здоров и ты тоже будь здорова овца тупая дай бог тебе здоровья ни хрена не понимаю чё я делаю а я не понял может быть да почему ты никуда не идешь то овца ну потому что ты овца тупая вот почему все это происходит ничего не понимаю я не понимаю блин чё серьезно опять пожалуйста пройди за меня я не могу я не могу это терпеть уже которая игра которая вышла в этом году которая под конец устраивает просто какую-то чушь вот непонятную совершенно при том что уже всем и так все понятно чё там дальше по сюжету то есть игрок вместе с персонажем все это делает ну незачем просто так потому что на какое право я туда и хотела зачем ты меня тогда отвлекаешь это туда же где я ходила всегда все и все эти разы я так и делала доброе утро чё ты ржешь там я не пойму ты сейчас сядешь сам вот это вот делать никакой защиты уже все они у кого нет от меня ну и вот я просто реально не понимаю давайте вот сюда пойдем ведь как это говорится первый признак безумия это когда ты делаешь одно и то же ожидая другого результата ну что ж не будем безумными будем умными и вот попробуем поделать вот что-то другое пойдем в другую сторону просто я не вижу понта никакого как бы все это ведет к одному и тому же фу вот если бы это еще не мерзко было может быть было бы даже прикольно но она не прикольно потому что еще и мерзко я даже просто не понимаю ну что что тебе здесь мешает ходить тупица я думал она сейчас соскользнет и упадет тогда бы уже мне кажется соскользнул и упал мой мозг и мое ментальное здоровье так ведь еще так долго и так мерзко так а если я допустим ай ай больно в ноге да блин серьезно что ли я не могу ну почему сначала почему каждый раз сначала я не понимаю этого еще ждать надо чего то что то там надо подняться это все так долго да я уже поняла просто сделайте это говно спасибо твари я хочу чтобы это кончилось я просто хочу чтобы такое а что происходит то почему с другой стороны а потому что потому что я вот так же ходила теперь ну это просто трэш то есть типа абсолютно какая-то рандомная фигня я ее должна предугадывать в воздухе это просто трэш это просто трэш еще вот эти вот планетоиды здоровенные они вообще никуда не двигаются не надо пожалуйста блин тварина какая же ты какая же ты косая вот овца ну и куда теперь вот отсюда не имею ни малейшего представления хорошо окей фу 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 просто фу 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 Ну как, конечно, уже не настолько очень. Но еще достаточно далеко. Так, и что вы мне предлагаете? Ладно. Ну вон она, эта дверь. Пожалуйста, не надо резких движений. Я тебя умоляю. Мы близки, как никогда, к этому говну. Вот, неужели, неужели мы прям, мы вообще, вы понимаете, я сейчас расплачусь. Мы так близки уже к этой двери, за которой еще какое-то говно нас ждет. Мерзкое и такое же рандомное. Ну ничего, мы же с этим справимся. Здравствуйте. Давайте назад, пожалуйста, да? А я допрыгну вот отсюда, дотуда. Неужели? И сохранили. И посмотрите, как здорово. Это что, свинка? Подождите. А почему это не сосуд? А, это сосуд. Заботливая мать, спасите сосуд свиньи. О, господи. Ужас. Ужас. Хрюндели. Нет, вот животные, конечно, подкупают. Но они всегда подкупают. Это читерство. Это читерство. Такая грустная мама. Нет, блин, несмотря на то, что это говнище полное, я сейчас буду реветь. Я сейчас буду реветь. Что вы этого хотели? Вы этого добивались? Я сейчас буду плакать. Все, получается, все сосуды мы собрали? Или они сейчас нас отправят за всеми вот этими недостающими лазить тут? Это будет трешанина какая-то. А что-то у них это повеселее как-то стало. Они какие-то не такие мрачные. За руки вон держатся. Ой, ну эти болтают что-то. Непонятно. Нет, вот с этим, с разумом вот этих пожирателей вообще непонятная линия. С чем она была нужна? Типа какая-то метафора, наверное. Ну, окей. Но это же геймплей. Это же не вставка, да, какая-то. Это же типа вот я иду. А вот я не иду. Типа это же вот я как бы управляю. Ну, наверное, что-то же должно быть. Кроме социального комментария, так сказать. Хотя, что я уже понимаю в играх? Я уже, видимо, ничего вообще в жизни даже не понимаю в целом. Судя по тому, какие игры выходят в последнее время. Ну, вот видишь, все нормально с детьми. У них тут и посветлее вон стало. Нет, что-то темнеет, по-моему. Нет? Или на контрасте так показалось, наверное. Сейчас не понял. Вот. Ну, жуем стекло. Здорово будет нам перейти в убежище. В какое убежище? А что это значит-то, вот это вот? Там у нас вперед проедем полярку. А. А-а-а. Вымирание навечно. Вымирание навечно. Очень странное название для ачивки. Ну, ладно. У тебя получилось, малыш. Моя жизненная сила восстановлена. Тебе пришлось пожертвовать собой ради животных. Да вообще, нервами. Блин, ну я сейчас буду плакать. Ну, хватит. Прекратите быстро. Разошлись. Все. До свидания. И ради людей тоже? Я доверяю тебе. А-а-а. Это она сама такое решение приняла. Теперь мне нужно от тебя последнее усилие, дитя мое. Ну, все. Это пипец. Мне больно. Ты такой храбрый малыш. Спасибо. Не надо здесь, это мне. Потому что это же я терпела это все. Все эти вот... Но заслуживают ли люди второго шанса? Посвящается нашим любимым. Короче. Че я все это время хотела сказать? Я хотела сказать, что... Вот, например, от тех же разработчиков была игра, называлась Arise a Simple Story. Я как-то ее уже упоминала. И там, ну, как бы, разработчики... То есть, получается, там была история рассказана вообще без слов. То есть, даже без вот этого костыля в виде какой-то матери, у которой что-то там какие-то реплики, которые какими-то вялыми мазками что-то там объясняют. То есть, там даже этого не было. Там из слов были только названия глав. Ну, типа, каких-то частей, короче, игры. То есть, там, типа, детство. Или что-то... Ну, короче, что-то такое. И там была рассказана очень простая, замечательная история о том, как вот встретились два человека. Они там с самого детства были вместе. И вот такие-то там у них были жизненные перипетиты. Такая драма. Я сидела и реально просто ревела в конце. Потому что, ну, это было... Не знаю, это было очень сильно. То есть, там еще же, типа, получается, это как-то все перекликалось. Короче, это как-то так филигранно было все сделано. Там, получается, цель главного героя у тебя перекликалась с геймплеем. То есть, герой что-то преодолевал, и ты метафорично вместе с ним чего-то там делал. То есть, короче, если вы не играли, я просто очень не хочу спойлерить, поэтому звучу так, типа, моментами странненько. Но, короче, там реально была рассказана очень трогательная история. Несмотря на то, что она простая, она, блин, работала. Типа, здесь, окей. Допустим, есть еще одна игра про конец света. Я забыла, как она называется, в которой я тоже переоценила эти побочки. Как она называется? А, Biomutant. Biomutant, короче. И там, типа, прям объяснялось, что случилось. Что с землей. То есть, не какие-то надо было искать пасхалки там и всякое такое. Вот эти вот, как здесь, там, истории какие-то в картинках. А там прям рассказывают, что вот, такая-то вот фигня произошла. Такая-то компания там за это ответственна и так далее. То есть, по сути, что люди-то сделали? Ну, по факту. Там вот были какие-то дети, взрослые. Они все куда-то шли, они спасались. Мы не увидели ни одного чувака в пиджаке, который улетал на ракете на Марс, потому что здесь уже достаточно насрал. И вот конкретно он не заслуживает второго шанса. Это были обычные люди. Они могли в полях работать. Что они сделали плохого? Очень кривой посыл, как мне кажется. Типа, дети, пожалуйста, за игру. Что они там не заслужили? Какого шанса? Ну, то есть, ну, да. Люди отравляют. Вы получили семью жизни. Посадите его в саду, доступном вам из главного меню. Что? Сад? Еще и сад. А, требуется подключение. А у меня есть подключение к интернету. У меня же есть подключение к интернету. Типа, это какой-то общий сад? Или что это такое? Ну, здорово, мои титры, посмотрите. Добро пожаловать в сад. Люди со всего мира сажают здесь свои семена жизни. Вы получили семью жизни за то, что впервые прошли историю гея целиком. Это единственное семя жизни, которое вы получите. Выберите место для посадки семени жизни и помогите нам вырастить сад. Прикол. А так, это облет. Здравствуйте. Это все посадили игроки? И вот эти все деревья? Слушайте, это так прикольно. И это так прикольно. А вот одна небезызвестная компания за 100 тысяч просмотров настоящие деревья сажают. Возможно, вы знаете, о какой компании идет речь. Я просто не буду говорить. Ты понял? Потом мне скажешь, я не знаю. Ты знаешь. Мне кажется, это ты мне рассказывала. Прикольно. Он такой большой сад. Я хочу где-нибудь рядом с водопадом дерево свое. Ой, куда я улетела? Мне кажется, это та же самая карта, которая в этом была. Как он называется? Оазис или кто это у нас был? Вот тут можно? Как это? Нажмите для предпросмотра растения. Какого растения? Так, найдите свободное место. А, это мы просто летали. Свободное место. Ну вот же водопад. А вот тут можно? А как? А как? Нет. Тут какие-то треугольники. Мне тут не нравится. Не знаю, где бы посадить дерево. Хочу, чтобы оно красиво смотрелось, дерево. Ну блин, это же дерево. Оно везде будет красиво смотреться. Перемещение камеры. Облет. Нажмите что-то там для предпросмотра. Что это такое? Что это значит? А чего предпросматривать-то? Я не понимаю. А! А, вот! На таких квадратиках. Понятно. Ну а что же вы молчали? Ну а что же вы молчали-то? Вот. А вот сюда могу? Вот сюда. О! Что, прям здесь могу? А можно прям здесь? Или где-нибудь вот тут подальше можно, нет? Можно вот тут поближе к водопаду? Можно, нет? Наверное, нельзя. Вот сюда можно, прям на камне. Ну как дерево будет расти на камнях? Здравствуйте, приехали. Вот как это? Так, вот. Очень сложное здесь управление камерой. Если честно. Да, ну вот. Либо там, либо вот тут на камнях. Ну пусть на камнях растет. Удерживайте А для посадки. Посадите семя. Все. Посадила. Спасибо. Сад стал больше. Пожалуйста. А его еще не видно, Маник? Ну он вообще в камнях. Я вообще в камни посадил дерево. Но зато прикиньте, как будет клево вот отсюда смотреться. Вот тут вот такая водичка. Здесь камушек. И такое дерево мое растет. Класс. А здесь сколько вырастет? Я-то откуда знаю. Про это не написано. Можно вот выйти из сада. А, надо удерживать. Короче. Я, понимаете ли, за простоту. Та история была простая. И она правда прям очень была трогательна. Здесь посыл, как мне кажется, маленько кривоватый. Хотя, видите, у меня как бы нормальный прогресс. Типа, вот 8 из 8 сосудов. 74 из 100 духов. Ну это, конечно, маловато, наверное. Вот воспоминаний много я собрала. Но как бы это все, типа, не отвечает на вопрос, типа, заслуживают люди второго шанса. Я понимаю, что это риторический вопрос. Я понимаю, что мы тут не судьи-присяжные палачи и так далее и тому подобное. Не знаю. Как-то... Короче, я видала социальные комментарии по этому поводу более внятные, так сказать. А тут вот как-то... Как-то криво. Не знаю. Как, в общем-то, и очень многое в этой игре. То есть, типа... А тут, получается, как? Вот я вам рассказала про ту игру, да? То есть, ты переживаешь какие-то моменты жизненные с этими героями. И ты зачем-то все это делаешь? То есть, там все эти, как бы, квесты... Это все было на преодолении каких-то вот этих жизненных трудностей, которые падали на плечи наших героев. То есть, и это для тебя было целью, и для героя было целью. И в конце ты получаешь, как бы, катарсис. Ну, катарсис, вообще, по-моему, правильно говорить. Вот. Короче. А тут, получается, что нам вначале заявили, что надо спасти землю. Мы такие... Я человек простой. Мне сказали, я делаю. И мы такие... Спаси этот сосуд, спаси этот сосуд, спаси этот, спаси этот, спаси этот, спаси этот, спаси этот. То есть, перипетий, как таковых, вообще нет. Что там происходило в этом мозгу у этих... Как их называют? У пожирателей. Мы что-то заходили, они каждый раз нападали на детей. Годится это, как перипетия? Мне кажется, нет. Типа, ну, то есть, какой поворот-то в этом? Что в этом меняло наше сознание? Я понимаю, это не детективная история, да? Там, ну, юперный театр, ну, хоть что-то же должно было быть. Ради чего мы все это делали? Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, собери. И вот, как бы, ну, то есть, получается, что у нас, как бы, вот эта вот парабола всего этого сюжета не вот так вот выглядит, а вот так. Типа, нам сказали, мы сделали, все. Не знаю, и потратили мы на это 12 с половиной часов, даже больше. Не знаю. Короче, потраченного времени не жаль. Было очень много моментов прикольных, которые мне понравились. Очень не хватало названий животных. Мне бы очень было интересно почитать, как они все называются, по-научному или не по-научному. Было бы интересно, особенно с птицами. Куча птиц, просто куча птиц. Я не знаю, как они все называются. Как гуглить, тоже непонятно. Вот. Это было бы, опять же, и просвещение тоже. Люди бы узнали бы, может быть, для себя что-то новое. Тоже было бы прикольно. Но это уже такие мелочи. Моя основная претензия к сюжету. Более того, как бы я знаю, что ребята из этой студии могут и умеют. Но почему-то что-то пошло не так. Может быть, не стояло такой задачи. Но вроде как, когда я игру покупала, сюжет мне обещали. Я его не увидела. Это, возможно, странно. А может быть и нет. Своё мнение вы, как всегда, можете писать в комментариях. Это интернет. Тут так устроено. Мы тут все говорим своё мнение. И ваших лиц никто не увидит, в отличие от моего. Поэтому вы можете смело вообще писать всё, что вы думаете. А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok